Господь призывает всех людей к покаянию, чтобы жили по Слову Божию, не нарушали заповеди Божьи, потому что никакие блудники, пьяницы, Царь Всего Божий не наследуют. Они будут гореть в огне вечно. Ниоткуда я дома сижу, никуда не ходил. Нет, а где живете? А вот где живу, дело другое. Алтайский край, город Барнаул. Барнаул? Да. Так мы соседи, мы тоже из Барнаула. Ну так молодец. Барнаула, так у вас есть дома святая книга Библии? Нет. А почему? Не знаю. Мы маленькие еще. Ну мало маленьких. А родители-то большие, они могут купить. А около вас какая церковь ближе всего? Нас? Не знаю, я не помню. Я в церковь давно не ходил. Ну это плохо. Каждый день ешь, Бог дает все необходимое. Воздух, солнце, а к Богу не идешь, чтобы прославить. Это неблагодарный человек, нехороший растет. Болеть будет, сразу молиться, побежали в церковь. А пока здоровый-то, почему не думал? Почему Бога не прославил? Бог дал землю, солнце, воду. Почему я ходил где-то месяц назад в церковь? Ну вот. Белая церковь тут, поблизости. Да. Я вот много лет был, 45 лет, руководитель детского лагеря. Как у нас дети учатся всему. Как отдыхают. Вот это мой друг. Как купаются. Вот родители могут на меня выйти, запомни, в скайпе. Называется Игнатий Лапкин. Не жуй майку-то, она нужна будет еще тебе. Тебе сколько лет-то? Двенадцать. Да ты уже большой. Вот запомни, запиши Игнатий Лапкин. Родители могут по скайпу ко мне выйти. Сейчас, подождите, запишу. По-русски или по-английски? По-русски. Угу. Все, я запомнил. Игнатий Лапкин. У нас большой очень ютуб-канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Большой ютуб. У нас тут 15 с половиной тысяч роликов. 15 с половиной тысяч роликов? Да. Но вы вообще прославились. Да такого больше нигде в интернете нет. Мы строим православную деревню. И такой же у нас есть сайт. Сайт также называется «Во свете Библии». Сайт. Там книги, которые мной изданы. 38 томов. Ну вот, можешь сказать с родителем, они могут выйти по скайпу, чтобы побеседовать. Потому что 10 июня у нас открывается уже сезон. Будем принимать людей, детей, взрослых. А можно к вам приехать? Ну так вот, родителями надо говорить. Можно, конечно. Ладно, я приеду. У нас каждое воскресенье на лодках плаваем. Каждое пятницу костер, картошка. Каждый день 5-6 раз купаются в озере, рыбачат. В наш лагерь православный, все верующие. Ходим в церковь в субботу, воскресенье. Ладно, я пошел. Давай, то торопишься, тебе некогда. Надо службу править где-то. Ты же священник, тебе некогда. Да. Господь близок к сокрушенным сердцам, не к смеющимся. Говорит, горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. И блажены плачущие, ибо они утешатся. Вот какие святые заповеди, предостерегающие нас от дурного. Да я вообще отчаивался, руки опустил. Человек должен уповать на Бога и никогда не отчаиваясь. Отчаяние – смертный грех. Ну да, верно, говорите. Ну а почему все-таки вы выбрали этот чат? Поближе к микрофону. Почему все-таки выбрали этот чат? Наверное, более целесообразнее будет. Потому что во враче, Христос говорит, нужду во враче имеют не здоровые, а больные. А мы, проповедники, пришли со Словом Божиим, читаем Псалтырь, Евангелие, грозные слова Божии. Я здесь уже 89-й день, наверное. И как в двух словах? Ну еще, может быть, человек 50 встретили, которые желают послушать. Которые сокрушают сотворимых беззакониях здесь. А все остальные, подавляющее большинство? Да 80% мусульмане, самые нечестивые люди, блудники. Хотя по их Корану тоже должно быть все. По их Корану. По их Корану четыре жены разрешаются. Еще в Царстве Небесном будут блудить. Вера-то на блуде основана. Но так как хотели ее видеть люди, такую веру и сделали, в то определенное время. Думали, все время будут грабить. Как Ленин говорил, грабь награблена. А когда разграбили, гулаг заполнили ворами и разбойниками. И верующих туда всех затолкали. И была справедливость человеческая? Справедливость у Бога будет на страшном суде. Но не здесь. Это точно. Это точно. У вас писания, я вижу, на заднем плане, да, какие-то лежат вам наверху? Да. И что это? Да, это просто комната такая. Я люблю маленькое пространство, но чтобы много людей было. Это же плацкарты, как нары. У вас есть старинные рукописи? Да. Мы строим православную деревню. Вот вчера мы отмечали день деревни, 28 лет, с нуля. Человек, который селится, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. А вы в каком регионе живете? Алтайский край, город Барнаул. А мы в Забайкальском крае, город Чита. Там у вас, в библиотеке, есть мои 38 томов книг, я дарил библиотекам. 650 библиотек подарил книги свои. В Чите нас очень приветливо встретили. Мы все заснимали. У нас огромный канал, «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии» называется. Как? «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Расстрактуете? Что сказать еще раз? Растолкуете? «Во свете Библии». «Во свете Библии». Свет, который от Библии идет, называется канал. «Во свете». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И вот если вы откроетесь, то увидите там, какое богатство. Все понятно. Ладно. Так, если вопросы будут, вы можете по скайпу меня найти. Игнатий Лапкин. Другого нет. Я один там. Игнатий Лапкин? Да. Хорошо. Вам будет интересно посмотреть, как мы с вами разговаривали. Человек не успеет оглянуть, как уже на той стороне. А там отвечать за все придется. Это рулетка, сотворенная школьником, 17-летним Андреем Терновским. А двоечник. И он говорит, у меня, говорит, они двойки были. Это рулетка для блуда создана, чтобы можно было сходиться. Всякие безобразия творят. А когда человек верит, он боится Бога, знает, что за все отвечать. Вот мы строим с нуля православную деревню. Каждый человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Не надо смеяться. Это главная книга мира. Как дела? Как дела? Не ругайся. Вы можете разговаривать, чтобы не ругаться? Игнись, ты, дедушка. Чуть-чуть по-русски. Чуть-чуть по-русски. Хотите камера прийти? Вы хотите узнать что-то новое? Только ни одного слова плохого не говорите. Я вам отвечу на ваши вопросы. А как дела? С Богом дела всегда идут как надо. Вот вчера мы отмечали 28 лет, как строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Черви любят мясо гладать. И люди раздетые валяются. А если бы они верили в Бога, этого бы не было. Они бы страшились. Они бы считали Слово Божие. Они бы убоялись Бога Всемогущего и жили по Его заповедям. А раз этого нет, он не знает, для чего человек живет. Ищет минутного наслаждения и вечной горечи. Здесь половина раздетые валяются. Готовы их к блуду показывать. Ничего нету. Тело могильным червем приготовленное. Процентов 80 мусульмане. Самое блудливое племя на земле. Надо считать заповеди Божии, жить по ним, потому что по ним Бог будет судить мир. Кто придумал заповеди? Вы поближе к микрофону сделайте, чтобы слышно было. Кто их придумал? Никто их не придумал. Писали святые Божии человеки, будучи движимым и Духом Святым. Этой книге 3600 лет. И ни одна буква не изменена. И кто отступал от нее? Эти люди были самые несчастные. Такие, как Гитлер и Ленин. А говорят, было переписано. Я просто не знаю. Я ее не читал. А если вы не знаете, вы можете спросить. Сегодня этот день для вас настал. Не переписано? Нет. Переписывали, переводили, но сохраняло все в целости. Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим. Христос говорит, небо и земля исчезнут. Но ни одна иота, черта из закона не исчезнет. Ни одна буква. Он умел писать? Да, умеет. Моисею давно писано на каменных скрижалях. И если посмотрите фильм, называется Моисей, вы увидите, как лазерный луч охватывает гору, оплавленный камень течет слезами. И остаются заповеди его. Первые десять заповедей. Декаполит. А без Бога какая жизнь? Зачем она нужна? Маленькая опасность какая-то на себя руки накладывает. Он не имеет выхода. А с Богом у тебя всегда выход есть. Я уповаю на Бога, и Он устроит мою жизнь. Ты же на одного Бога положиться? Да, положиться. Вот у нас в стране, в России, уничтожено 21 тысяча поселений, сел. А мы взяли участок земли, зарегистрировали, и строим православную деревню. И желающий поселиться должен соответствовать пяти качествам. Доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. Сразу храм построили сами. Государство за 28 лет ни рубля не вложило. У меня каша. 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 Так вот Господь повелел. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Каша чуть не убежала. Да можно снять в это время. Пока разговариваем, чтобы зря не бегать. А то время уходит. Вы можете зайти на наш ресурс. Канал называется «Во свете Библии». Очень большой канал. 15 с половиной тысяч роликов. Вы там есть? Это наши ролики. Не чужие. Наши. Вот наше путешествие от Владивостока до Лиссабона. Мы прошли Скандинавию, Прибалтику. Чечню, север. У меня вышло из печати 38 томов. Каждый том 752 страницы. И Бог положил мне на сердце подарить это библиотекам бедным. И мы посетили 650 городов и сел. Вот вы зарядите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы сидите, ничего не пишете. Мы уйдем, расстанемся, и у вас опять ветер в голове будет. Вы наполняете себя знаниями, которые помогут вам душу спасти. Что Христос Иисус умер за наши грехи. Взял наши немощи и понес наши болезни. Я тогда не родился еще. У меня не было еще грехов. А Господь предвечности своей знал, когда нас еще и не было. И он говорит, всякий верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я не то, чтобы не верю. Я просто... Лучше уж верить, правильно, чем не верить. А то, что веришь, наоборот, плюс. А вот не веришь, мало может и правда. Да не веришь человеку, там ничего нету. Там лопух на могиле. Скверно, блуд. Сюда все собираются. Только для блуда, раздетые. Ну, что лукавить-то? Жара разобрала. Задохнулись от женской вони. Миллионы людей гибнут каждый день. За время перестройки только 120 миллионов по борту сделали. А сколько во время войны людей погибло, представляете? 28 миллионов, доказано сегодня. Вот. 55 миллионов по всему миру. Храни вас Господь. Все, до свидания. Аллилуйя, до свидания.